Девочка-пай Вглядитесь в эти работы. Разные по жанру и по технике исполнения, они обладают какой-то лучезарной притягательной силой. Их мог написать человек, самозабвенно влюбленный в жизнь, с восторженной душой, заметил один из художников. И многие потом высказывали такое же мнение. Автор этих работ – наш земляк, комсомольчанин Алексей Васильевич Мащенко. А Евгения Антоновна, его жена, старалась создавать благоприятные условия для творчества. Открытие персональной выставки совпало с 75-летним юбилеем художника. Это художник и человек непростой судьбы, сложной судьбы. Что судьба все время, когда он брал кисть в руки, подталкивала его под локоток и выбивала эту кисть порой у него из рук. Что он, начав учиться в Ярославском, в Омском художественном училище, не смог его закончить, его взяли в армию. Затем он, вернувшись, учился в Ярославском художественном училище, не успев приехать сюда в Комсомольск, затевает здесь организацию художников, становится директором мастерских художественных и директором первой художественной школы. И вновь судьба его толкает под локоток, выбивая эту кисть, и он вновь призван в армию. Эта армия, в сущности, взяла у него много, наверное, энергии, вооружив его, конечно, и терпением, и мужеством, и силой. И он потом... Но если бы не это, всепоглощающая тяга к искусству, может быть, он и остался в рядах вооруженных сил. Мы его коллеги встретили в звании майора. Если бы он остался, предположим, в армии, он не остался бы в звании генерал-майора, а был бы, наверное, в звании генерал-полковника, возможно. Но искусство – это такая всепоглощающая страсть, которая увлекла его, и он мужественно, как великий труженик, всю жизнь на этом поприще осваивал все новые и новые рубежи. От лица городской организации Союза художников, от лица коллег, товарищей, искусствоведов, от лица художественно-творческого комбината, с которым лет пятьдесят бок о бок трудился Алексей Васильевич, поздравить от лица всех вас присутствующих, поздравить еще раз его 75-летием, пожелать ему неутомимости в творчестве, неистребимости чувства восторга перед жизнью, поздравить его сыновей и его супругу с этим праздником, пожелать им всего самого теплого и лучшего, и позвольте от лица коллег-художников вручить маленький сувенир на память об этом событии, чтобы он вас согревал дома вечерами. Позвольте мне сегодня от имени городской администрации поздравить вас 75-летним юбилеем, пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, сил, энергии, и чтобы энтузиазм, вера, надежда, любовь никогда не покидали вас в вашей жизни. Спасибо. Позвольте, я не буду зачитывать приветственный адрес, он, как правило, традиционен. Длинный. Да, и длинный. Дома будет время, вы его прочитаете. Спасибо. И вот эти вот часы, и чтобы они всегда вам говорили о том, что время и быстро течет, но и мы делаем все точно по часам, да, по времени. Поэтому пусть эти часы никогда не останавливаются, никогда не останавливаются, и пусть всегда напоминает, что и быстро течет, и вместе с тем еще много-много надо сделать, и надо все успеть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Гала. Спасибо. Я вот смотрела, слушала, вообще больше смотрела, Алексей Васильевич. На кого? На вас. А, что ты сказал? Да, и удивлялась, удивлялась, и насчитала три удивления. Первое удивление. Когда мы делали выставку дальневосточного искусства, и думали, что Алексей Васильевич Мащенко график, а он оказался живописцем. Второе удивление. Глядя на ваши последние работы, я увидела в них новые приемы, и тоже очень удивилась. И третье удивление. Алексей Васильевич, сколько вам лет? 75? Не скажу. Поэтому мы вас поздравляем, и потому что просто будет очень много еще удивлений. Мы вас поздравляем, желаем вам много-много здоровья. Ну и тут такой скромный альбом, где есть Алексей Васильевич Мащенко и всякие великие художники. Чего? И все великие художники? Много теплых слов было сказано в этот день юбилеару. Поздравляли друзья, родные, знакомые, многочисленные поклонники его творчества. Им приятно было узнать, что именно Алексей Васильевич Мащенко решили его коллеге дать двухгодичную стипендию, учрежденную Краевым комитетом по культуре при главе Краевой администрации. Громадное спасибо вам всем, что вы пришли на мой праздник. Я, правда, немножко растерялся, потому что 75 лет я впервые праздную. Ну не знаю, как дальше. Опыта нет. А дальше, может быть, и приобрету опыт. Но думаю, что вы и на следующий праздник придете ко мне. Я вот что хотел сказать, что по поводу последней выставки все работы в основном сделаны за последние 5-6 лет. 5-6 лет. У меня тут не ладилось со здоровьем. Воевал я с ним со здоровьем. Поправился, выплыл. Ну а раз выплыл, значит, надо работать, трудиться. На выставке представлено много портретов. И прежде всего, это портреты первостроителей, сделавших много полезного для нашего города и оставивших о себе добрую память. Сам Алексей Васильевич – коренной дальневосточник. В Комсомольске уже более 50 лет. Со многими из этих людей он дружил. Они частенько бывали в его мастерской. И он смог уловить в них главное – суть человека. Она в глазах, в характере. А как восприняли выставку посетителей? Девочки, вы часто бываете на подобных выставках? Да. Да, частенько. Каково впечатление от сегодняшней выставки? Нам они всегда нравятся. Мы любим посещать их. А что сегодня, что на этой выставке нравится? Какие работы? Ну, мне кажется, они все замечательные очень. Мне они все нравятся. Все работы написано очень живо. Все цвета такие яркие, красиво. Ну, чувствуется жизнь в работах. И, ну, в общем, с выставкой не передашь словами. Все красиво, живо. Все четко, понятно. Видно, что профессиональный художник рисовал. Ну, тоже очень понравилась выставка. Все картины такие красивые. Но особенно мне понравилась осень, как художник рисует. Выставка, конечно, меня очень очаровала. Очень понравились картины. Особенно акварельные работы. И еще мне понравилось то, что художник применяет новый материал, которым в основном пользуются дети, маленькие дети. Они просят своих мам купить и купить. А как применяет художник, я впервые вижу. Мне это очень радостно видеть. Это какой материал вы имеете в виду? Вот жировая пастель. Очень интересная. Как раз здесь картина. Интересно применена. Прекрасно. Очень много таких ярких картин природы. Очень необыкновенная. И еще надо даже смотреть. Трудно сейчас как-то высказать все, что думаешь. Это было наше время выставку. В наше тяжелое очень время, это, по-моему, поступок. Ну, не подвиг, но поступок, конечно, в таком возрасте, с таким накалом. Вообще, Алексей Васильевич Мащенко, он, правильно сказали, что он вроде как молодой. 75 лет, сколько у него любви к природе, к травам, к цветам, он это любит. Ну, что еще сказать, Алексей Васильевич? Да, пожалуй, сейчас вот в наше время, неважно, имеешь ты что-то там, иномарку или обутодет. Художник-творец, он счастлив тем, что он творит. А когда творец творит, он, естественно, лучше себя чувствует. Может, не в материальном плане, а в моральном и в духовном. Это самое главное. Цель у него длинная, жизненная. Он этим живет, он этим счастлив. И я хочу сказать, что Алексей Васильевич Мащенко вообще пример для молодых. Как можно себя вот так вести в искусстве, как можно пронести эту любовь. Это, конечно, уважение к нему. Дай Бог вам здоровья, больших планов, долголетия, конечно. И так держать. КОНЕЦ Извините, пожалуйста, можно вас на минуточку? Так. Ну, хотелось бы узнать ваше мнение, ваше впечатление о выставке. Выставка очень светлая, такая радостная. Поэтому, ну, такое, какое-то торжество жизни есть в ней в этой выставке. В красках она такая очень приятная, веселая, цвета такие радостные. Ну, с удовольствием смотрится. Много интересных работ. Вот. Ну, Саша, скажи, пожалуйста. Да. Труд вложен, конечно, колоссальный. Особенно меня вот акварели привлекают. Прекрасные акварели. Ну, и есть хорошие вот большие работы, законченные маслом. Портреты, особенно вот портреты первостроителей. История. Вообще жизнерадостный художник. Прекрасный. Мне понравилось. В общем, понравилось. Алексей Васильевич. Я хочу от всей души поздравить вас сегодня с вашим двойным праздником и юбилеем личной жизни, и вот этой персональной выставкой. Вот сегодня многие на открытии говорили о молодости вашей души, о радости жизни в ваших работах. А вот что такое радость жизни, и как часто она вас посещала? Что мы живем в нашей земле, это уже радостно. Что она прекрасная планета, маленькая, но радостная. Поэтому ее просто любить надо. Это нашу маленькую землю. Скажите, пожалуйста. У меня есть работа, тут одна работа называется. Деревья умирают стоя. Вы не заметили? В том маленьком зале. Деревья умирают стоя. Так лучше бы они не умирали. А мы им помогаем умирать. Ну как же так? Такого же не должно быть. Человек должен помогать существовать и быть в земле вечной. Но не помогать ни в коем случае. В другом смысле, чтобы она умерла раньше. Вот тут такое сложное, очень сложное отношение. Но человеческое отношение должно всегда быть человечным в земле. Мы же созданы для того, чтобы ее делать красивее. Понимаете? В общем, человек-то должен быть, наверное... Если он появился на земле, то он должен найти свое место на земле. Да? И чем он должен заниматься? Если он попал в ту, ну как, борозду, на которой он создан, значит, он счастливый человек. Если он не попал в эту борозду, то тут вопрос двоякий. А вот вы когда поняли, что нашли свое место? Это очень рано. Это очень рано. Я с самого детства, насколько помню себя, мечтал быть художником. Это случайно совершенно, а может быть и не случайно. У меня дядя был, здесь его внук, внук нашего на выставке. Я на школьной тетради взял и нарисовал его пером, ученической ручкой. Я делал уроки, а он сидел у печки. Я его нарисовал у печки, а он удивительно оказался похожим. Вот этот момент, это было мне лет 7-8, и стал моментом рождения, наверное, художника. Ну, может быть, это немножко не скромно, но это так. И когда мать увидела, что я нарисовал, там был фурор какой-то. И я-то не понимая, что сделал, а они поняли, что увидели. Увидели своего брата. А я, конечно, доволен. А потом начал первый класс, второй, третий, так рисовал в школе, кругом. А потом, видите, стал художником, профессионалом. Ну, наверное, это сложная штука все-таки, рождение художника. И ответить даже на этот вопрос сложно. Когда? А может, не этот случай. А может, случай, когда я, когда война началась. Может быть, этот случай. А может быть, тогда, когда я начал учиться в Омском художественном училище. Может быть. Алексей Васильевич, вот Вы сказали о войне. Когда я была у Вас в мастерской, там довольно много работ на тему войны. А здесь вот на выставке я их не вижу. Почему? Ну, потому что я работаю... У меня много работ по военной тематике. А эти работы предназначены для даты 50 лет победы. Я же всю войну был солдатом. И когда меня посылали, туда я и ехал. То я и делал, что мне было приказано. Поэтому я был и фотокорреспондентом военным, и просто разведчиком был, разведроте, замполитруком. И, понимаете, делал то, что я был коммунист. А в то время коммунист всегда был впереди. И никто не считал, а есть подсчитано, сколько погибло коммунистов. Почему? Потому что коммунисты всегда шли впереди. Вот почему. И им первая пуля предназначалась. Ну, у меня другое положение было. Я был военным корреспондентом. Потом замполитрука разведроты. Я учил солдат. Учил воевать, хотя сам не воевал. А потом, когда у меня брат погиб, младший брат, я сказал, что я должен быть, должен быть воевать. главные качества, которые больше всего вы цените в людях. честность. Самое главное качество. Вот здесь на выставке очень много пейзажей, очень много цветов. И вот такое ощущение, когда стоишь, то, кажется, слышишь вот это дыхание леса, дыхание этих цветков. А у вас есть какие-то любимые цветы? И когда вы их пишете? В какое время? Я люблю все цветы. Все. Но больше всех вы хотите знать, да? Гладиолус очень нежный цветок. И еще один вы заметили, там у меня есть большой холст. чирень. Это два таинственных цветка, очень нежных, очень тонких. Просто с наскоку так не возьмешь. Еще один весенний есть ландыш. Вы, наверное, видели на выставке, да? Я его каждую весну пишу, но он не каждую весну удается мне. Не каждую. Удивительно почему? Ну, наверное, не бывает совпадения такого. Тут весна, тут первые цветы, ландыши. Это очень сложное сочетание. Но в любое время, в любое время года я люблю цветы. Даже в сентябре я люблю сентябринки. А ваше любимое время года? Осень, конечно. Почему? Вот эту сказать я не могу. Ну, могу. Ну, почему? Какое-то особое состояние? Вы понимаете, обострение всех цветовых отношений, тарас. Лето, например, оно одинаковое, все по цвету. Там небольшие нюансы, колебания. Небольшие. есть в лете. Весна еще хорошая. А лето одно-одного разное, поэтому я не знаю, потому что у каждого художника различное отношение к временам года. И этот вопрос каждый может ответить по-разному, по-своему. Я говорю, что я люблю осень. Просто безумно люблю. Когда осень наступает, меня трясет, я не могу в Осинской быть. Я должен быть на природе. Ну, вот, и как результат у меня на выставке, на всей выставке главное полотно это прощание с летом. Лето ушло, а мое время наступило. Может, мое время вообще как художник наступило? Может быть. Ну, пора бы. А сейчас давайте на несколько минут перенесемся в мастерскую Алексея Васильевича Мащенко. Я была здесь в середине сентября, когда художник работал особенно напряженно. Хотелось многое успеть до открытия выставки, что-то поправить, что-то дописать. в мастерской я увидела столько работ, что хватило бы на несколько разных выставок. Среди множества портретов выделялся портрет матери. Вашей мамы большое влияние оказало на ваш характер, может быть, на вашу судьбу? Как говорят, я точно похож на маму. И по характеру, и по внешнему виду, и по всему. Я отвечаю, тогда я счастливый. А, в общем-то, я считаю себя счастливым, потому что я 20 лет ослабил в армии, все равно вернулся к себе, к тому, что меня интересовало в жизни. портрет, ну, я ее много рисовал, там он рисунок есть, вот в середине центра, у меня много рисунков в альбомах, но меня золомал один момент, у меня младший братишка погиб на фронте, пропал без вести. Она не верила письма последние бережет и почти каждый день сидит и шуршит. Она читать не умела. А вот соприкосновение с теми бумагами, которые он писал, это ее тревожило, ей же за 90 лет уже было. И я вот этот момент увидел один раз и сказал, что я хочу нарисовать ваш портрет. Она долго думала, потом говорит, ну что ж, я посижу. Но тяжело же ей, 94 года, 92 ей было. Я начал, она все старалась как-то, чтобы не уснуть или не задремать или, понимаете, помочь как-то. А письма, она так с письмами, она шевелит этими письмами. прочитать не может. Я ей прочитаю, потом снова работаем. Мама – это самое святое в жизни многих людей. Время – это но ... а нам сегодня 75, впереди еще большая творческая жизнь, уже традиционный вопрос, вот ваши творческие планы на ближайшее время? Я уходил сюда, вот, когда мы привезли свои работы на выставки, вот, это часть работы, ну, какая-то, может быть, пятая, может быть, десятая часть, если все посчитать, десятая, наверное. Я на бальверт символически поставил чистый холст. И у меня есть задумка уже, что я буду делать. А я вам не скажу. Когда сделаете, да, пожалуйста. Но чистый холст уже стоит готовый к потреблению. Спасибо. Всего вам доброго, здоровья, крепкого, всегда вот такого жизнерадостного, хорошего настроения и, конечно, больших творческих успехов и воплощения всех-всех ваших замыслов. Спасибо, я буду стараться. Персональная выставка работ Алексея Васильевича Мащенко будет экспонироваться до конца ноября. И если вы хотите соприкоснуться с прекрасным, ощутить радость жизни, почувствовать дыхание природы, приходите в выставочный зал Союза художников Комсомольска-на-Амуре по проспекту Первостроителей, 21. Я уверена, вы не пожалеете о затраченном времени. Музыка-на-Амуре 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 Музыка-на-Амуре